Меня зовут Николай Табачков, я художник по металлу, занимаюсь этим делом уже больше 20 лет. И моя специализация — это проектирование декоративного металла в архитектуре. И опыт проектирования за это время накопился такой большой, что хотелось бы поделиться информацией и тем, что возможно проектировать, изготавливать, и каким образом декоративный металл интегрируется в архитектуру. И что эти вопросы должны решаться более глубоко. В каком плане сейчас я попытаюсь об этом рассказать. Дело в том, что в процессе проектирования архитектуры дизайнеры, архитекторы решают основные композиционные задачи. И декоративные какие-то фрагменты, связанные с дополнительными материалами, решаются ими достаточно обобщенно в каких-то общих пропорциях, в некой общей теме. Но существуют такие люди, как художники по стеклу, по керамике, по металлу, которые более глубоко знают тему и могут какую-то композиционную задумку архитектора превратить в некий пластичный живой материал, который может украсить и сделать образ более глубоким и более богатым. На данной фотографии мы видим частную архитектуру, выполненную из такого хорошего бельгийского кирпича. Но если мы исключим из этого образа тот декоративный металл, который был придуман и реализован, то мы увидим, что архитектура будет выглядеть гораздо более бедно. А вот с подобными решениями она, как мне кажется, более образная и какие-то ассоциации возникают интересные. Единственное, что хочется сказать, что, к сожалению, художники немного исключены из процессов взаимодействия с архитекторами в современной архитектуре. Хотя это могло бы быть очень глубоко и интересно, я думаю, для обеих сторон. Времена синтеза искусств, понятно, что уже остались немножко в прошлом, но декоративный металл всегда присутствовал как неотъемлемая часть архитектурного образа. И, допустим, на этом стенке, опять же, частная усадьба решалась задачей классического металла, решенного в стиле классицизм. Ну и подробное проектирование с контрфорсами, с различными силовыми деталями и с декоративным наполнением, когда каждая деталь сделана вручную, проработанная фактически ювелирно, и является очень таким знаковым элементом всего ансамбля. На этом изображении замечательная лестница с ограждением, которая, по-моему, даже в прошлом году попала в журнал «АДЭ». Это бюро, которое занималось спроектированием всего интерьера, а лестница и балконы были спроектированы мной, и также стали частью этого образа. При проработке проекта мы можем увидеть, что кроме орнаментального решения есть такие пластические ходы, которые делают это изделие более сложным и интересным. Вы можете увидеть, как в орнамент вплетены фигуры людей, такие женские и мужские фигурки, флейтист и флейтистка, и вставки из проработанных литых элементов на столбах. Лестница, представляете, целиком винтовая лестница была изготовлена в Италии, привезена в Россию, смонтирована, и мы фактически делали копию этой лестницы все на производстве, чтобы потом поставить вот этот винтовой участок такой изящный и красивый. Входная группа ворота, калитки и фонари. Обращая внимание, как были решены фонари на столбах, дело в том, что на эти фонари были размещены каменные крышки, и они должны были не только выполнять функцию, но они должны были выдерживать эти 150 килограмм веса, и таким образом столбы были облегчены, они имеют такое интересное завершение вот этого очень оригинального решения фонаря с верхней каменной крышкой. Тот же объект, второстепенные ворота, очень такой красивый зимний кадр. Как раз можно разглядеть, из чего состоит работа, тут и сложные литые, и кованые детали, которые делают эту вещь такой по-настоящему парадной. Декоративный металл в архитектуре – это не только ковка и литье. Вот, допустим, парадные двери частной резиденции мы делали из латуни. Это чеканная латунь. Мы брали тонкие листы, 1,2 миллиметра, и прочеканивали каждую деталь в отдельности, и потом собирали общий блок. Поскольку двери были готовы, то на двери можно было повесить определенное количество килограмм. То есть у нас одна накладка на дверь весила всего 45 килограмм. Можно вблизи рассмотреть, что по-настоящему ювелирная проработка, и такая вот чеканная история красивая. И две парадные вазы. В них, правда, не чеканная, а в них литые вставки стилистики арт-деко. Вот получился такой интересный ансамбль. Одна из недавних моих работ – это лестница в частной резиденции с совмещением литых и кованых элементов, при том, что литье в дальнейшем было покрыто черным никелем. Очень тонкая, изящная работа с отголосками такой классической истории, но при этом такое вот актуальное, современное решение. Это одна из моих давнейших работ. Тоже ворота в частной резиденции. В основном, надо сказать, что мы работаем с частным клиентом. Это позволяет погружаться в создание произведения, и мы делаем изделия как произведение искусства. Конечно же, на каких-то больших корпоративных объектах или там связанных с заказом, госзаказом всегда жесткие сроки, и такой кропотливой ювелирной проработки в изделиях просто невозможно по временным параметрам. А с работой с частным клиентом мы можем добиваться какого-то завершенного образа и делать вот такие сложные красивые вещи. Надо сказать, что работа достаточно кропотливая и занимает очень много времени, и поэтому опытные архитекторы, которые знают это все, приглашают нас за год, за полтора года до сдачи объекта, потому что пока вещь придумывается, пока она исполнится, пройдет очень большое количество времени, и за месяц, два, три такие вещи не делаются. Парадный вход в дом, сделанный в стилистике модерн, тут интересные латунные накладки кованые и парные фонари. Что хочется отдельно сказать по поводу света, светильников и фонарей. Дело в том, что очень часто из того, что предоставлено в готовых решениях световых на рынке, есть определенные габариты, определенные светильники, которые не всегда вписываются в архитектурную масштабность. И тогда в этот момент как раз можно обращаться к художникам по металлу и к художественным мастерским, потому что именно в персональном проектировании можно добиться нужных пропорций, нужного внешнего вида. Здесь мы видим въездную группу в стилистике арт-деко, такое посвящение Эдгару Бранту, с отсылкой к его орнаментам. Сложная композитная вещь, здесь и ковка, здесь и литые элементы. Вот вы видите стекла с глубокой пескоструйкой, где также был нанесен очень такой красивый арт-декошный рисунок. Подобная работа делалась полтора года. При том, что хотелось бы сказать о самом исполнении. Дело в том, что помимо того, что это надо все каким-то образом отковать, вы представляете, такая вещь, она не имеет права через год быть ржавой. И вопросы, связанные даже с покраской, это отдельная история. Все эти ворота разбираются как конструктор. То есть они все на винтиках. И соцветия у цветков на этих воротах, это на самом деле такая декоративная гайка с резьбой, которую ты откручиваешь. Ты можешь отдельно покрасить цветочек, отдельно покрасить весь орнамент. И зачастую покраска занимает до двух-трех месяцев, чтобы можно было все собрать и разобрать, для того, чтобы эти изделия стояли на улице долго и качественно. Опять-таки, вот лестничное ограждение частной резиденции. Здесь хотелось бы отметить, что помимо профессионального проектирования и исполнения, в нашей команде работают декораторы. И, допустим, вот эта лестница в течение полутора месяцев декоратором на объекте покрывалась поталью и декорировалась под такое состаренное серебро. Стояла такая задача. И это тоже часть процесса, комплексное выполнение задачи, начиная от проектирования, и заканчивая вот такими сложными декораторскими моментами. Такой вот модерновый камин, который был реализован совместно с известным керамистом Владимиром Ковалевым. Мы решали историю с металлом, он делал керамику, мы как-то все это согласовывали. Отдельная история с красивыми цветками, стекла. Мы заказывали специально под этот проект стеклодумные такие вот интересные истории, которые также сыграли на общий образ проекта. Ну вот такой вот камин, да. Классическая история, классический французский рисунок дворцовый. Хочется сказать, что редкое по нашим временам отношение к парадной лестнице. Мало кто себе позволяет делать парадную лестницу по-настоящему вот такой парадной. То есть мы видим обычно это узкое пространство, где максимально компактно размещается лестница. И даже если люди строят себе какую-то дворцовую резиденцию, то не всегда мы видим такую красоту. И в данном случае здесь огромные комплименты архитектору, который все спроектировал. С нашей стороны, помимо того, что нужно было этот классический рисунок адаптировать, вы видите, что все элементы очень детально проработаны. То есть фактически это ювелирная работа с ювелирной закрепкой каждого элемента на свое место в лестнице. То есть вот у каждой детали кованой, у каждой детали литой есть своя маркировка, и они каждая на своей точке. Какие-то небольшие решения, допустим, как часы для камина, с каминными прилежностями, уникальная вещь. Дело в том, что она была создана, ее в такую вторую уже не повторить. Дело в том, что это технология литья, и мы знаем, что мы лепим какую-то форму, мы снимаем с нее резинку или что-то еще, куда потом создается восковка, восковка выплавляется, заливается металл, мы получаем какую-то интересную пластику. В данном случае создавались большие пласты воска, и мы фактически его нагревали в горячей воде. То есть была огромная ванна с горячей водой, мы нагревали воск, и мы его мяли, создавая эту пластику. То есть если бы у нас что-то не пролилось, или что-то не получилось, то это надо было бы выкинуть, брать новый лист и опять его мять. И это дало бы такую живую пластику, по-другому сформировать это каким-то образом, слепить невозможно. В отголосок также вы видите ручки и какие-то детали на каминном наборе, они также в одном ключе с часами решены, что как-то объединяет этот образ. Огромнейшая лестница в частной резиденции, мы видим ее только половину, то есть такая же спускается с другой стороны. Такое решение в стиле модерн. Сложнейшая тоже работа, она сложнейшая и по техническому исполнению и по проектным задачам, которые стояли, потому что она непрерывно заходит на второй этаж, и там также проходит единой линии. К сожалению, сейчас этой фотографии здесь я не покажу. Да, и нашими мастерами в этом проекте еще были исполнены поручни, деревянные поручни с черным рояльным покрытием, что тоже является просто сложнейшей задачей. Очень многие мастерские просто не брали за эту работу. Нам пришлось это взять на себя. У нас есть хорошие друзья, которые занимаются деревом, и мы смогли это все реализовать. Козырек. К сожалению, мы сейчас можем видеть, что там какие-то золотые покрашенные элементы, а на самом деле, если бы мы посмотрели на этот козырек до того момента, как он был покрашен, то мы увидели бы, что он изготовлен просто с реставрационной сложностью, то есть там все на съемных, разъемных деталях, элементах, что тоже привело к тому, что он качественно покрашен был по отдельным элементам. Мы стараемся работать максимально без сварки и делать вещи уровня великих мастеров, которые мы можем наблюдать и гордиться в разных городах Европы, в Санкт-Петербурге, какие-то памятники Москвы, которые бы создавали с великими художниками по металлу. Мы стараемся продерживаться вот такого высокого уровня. Здесь на фотографии современная работа, поручень, который продлился на четыре этажа. Это латунь квадрат 30 на 30. То есть вы представляете, какой это массив. Почему квадрат? Потому что именно он имеет такую какую-то стройность, жесткость. Труба латунная, она имеет закругленные заваленные края, она не настолько хороша. И сложность проекта была в том, что нужно было найти все эти углы, сочленения, во все это попасть, и на монтаже это все должно было сойтись. Представляете, что человек может поднять вот этот столбик, только этот столбик. То есть вот эта история с этой лестницей, это был такой конструктор, который мы также разбирали, собирали. И все это на винтовых соединениях, ну, получилась такая тоже... Нет, это полнотелый квадрат, да. То есть вот на три, там, на четыре этажа у нас получилось где-то порядка трех с половиной тонн латуни ушло на то, чтобы это все сделать. Продуманные крепежи, вот если видите, там плоскости, которые подходят к стене, там винтовые, не винтовые, там отверстия, и анкерами все это дело прикручивали к стенам. Еще делали аккуратненькие латунные заглушки, которые потом вставали, и вообще не было видно, что там есть какой-то крепеж. Да, стены капитальные, да. Это не гипсокартон. Еще раз в тему о светильниках, которые невозможно нигде как бы заказать и купить, и которые по-настоящему художественные и требуют такой проработки интересной. Там и включение витража, и по центру, если вы видите такой светильник в стиле ар-деко с литыми элементами и сложной формой. Мы заказывали сложные вогнутые стекла, которые вставали в посадочные места. То есть такая вот кропотливая художественная работа. Очень интересное ограждение, одно из моих любимых. Здесь при всей такой простоте, оно очень сложное по исполнению. Вы видите, что в этой частоте и геометрии все ограждение собрано на клепки, на хомуты, на какие-то проставки. И с одной стороны оно не перегружает пространство, а с другой стороны, когда ты находишься рядом, ты его можешь разглядывать, и оно с разных ракурсов очень интересно и по-разному раскрывается. При том, что, обращая внимание, проект был настолько хорошо продуман, что все это ограждение, оно крепится на винтовых соединениях. То есть к каждому столбу, к каждой секции подходила и просто прикручивалась на винтики. То есть мы вот эту сложную работу на объекте смонтировали за один день. Реплика известного французского рисунка, да, с этим ограждением у нас связана история с заказчиками, которые к нам приехали в мастерскую, узнали о нас, узнали о наших позициях, того, как мы хотим делать, узнали о наших сценах и сказали, ребята, все замечательно, но вы слишком дорогие, мы как бы еще поющим. И они к нам возвращаются через два года со словами, что мы нигде не нашли, кто может сделать лучше, давайте с вами. И мы выполняли этот рисунок. Очень сложнейший был момент сочленения винтового ограждения с деревянной тетевой. То есть доходило до того, что мы привозили ограждение, а металл, когда гнешь, он очень пластичный, изгибается, и он не может соврать в своей пластике. А, допустим, деревянщики взяли, и в одном месте тетивы у них линия прыгнула, вот, скаканула. И они говорят, ну, повторяйте, как есть. Мы говорим, мы не можем повторять. То есть доходит до таких скандалов, и потом заказчик все-таки же понимает, что тетива неправильная, и заставляет именно подрядчика, который занимается деревом, переделывать эту тетиву, и в итоге мы добиваемся некого идеала. Я, наверное, сейчас немножко побыстрее уже начну листать. Очень-очень богатый такой багаж созданных работ, которые на сегодняшний день, наверное, уже мы будем собирать в какую-то большую книгу и издавать это отдельным изданием. Очередная вот работа, связанная с классическим таким рисунком. Вот пример того, как парадная лестница может быть не вот так, как я показывал ранее, а вот зажатая, хотя вроде бы и тот же самый дворцовый стиль, но этот рисунок уже не так как бы гармонично смотрится. Хотя выполнен он также на высочайшем уровне, тут и гальваническое позолото литья, и сложность с изготовлением, такие нюансы, как деревянная тетива была всего лишь 10 сантиметров, и понятно, что там была пустота, в которой невозможно было закрепиться, и мы монтировали закладные швеллеры, и когда их обшили деревянной тетивой, мы сверлили насквозь, нарезали резьбу в швеллере и прикручивали свое изделие к этой лестнице. Винтовые лестницы — это отдельная история в изготовлении. Нам приходится создавать фактически копии лестничного ограждения у себя на производстве для того, чтобы линии повторяли все изгибы, и чтобы мы могли привести это изделие потом на объект и аккуратненько за один день его смонтировать. Опять-таки вот история по поводу светильников взаимодействия с фасадом. Я специально выделил фрагментарно этот светильник. То есть если мы посмотрим, он настолько по-кузнечному, классно и ювелирно сделан, что является просто сам по себе произведением искусства. И по своему масштабу эти светильники где-то по высоте около полутора метров. То есть вот такой светильник где-то найти на рынке просто физически невозможно. В сочетании с таким исполнением он украшает фасад. Стекло было заказано специально под этот проект в стеклодойной мастерской, изготовлено так, как было придумано. Такой пример тоже дворцовой работы с ювелирным исполнением. Мы долгое время себя никак не позиционировали и передавались по сарафанному радио на рынке. И когда нас как-то мы начали выставляться на различных выставках и нас заметили, в этот момент как раз наступил в России кризис, и нас спрашивали, где же вы раньше были. Потому что это мировой уровень выполнения работ. Зачастую такие вещи заказываются, заказывались во Франции, потому что там известные мастерские, которые делают вот подобные сложности работы. Но сейчас уже наши мастера могут это все выполнять, и мы делаем на высочайшем уровне. Одна из моих любимейших работ за последние годы. Мне очень нравится совмещать чистоту металла с какими-то конструктивными узлами, которые начинают работать в том числе и декоративно. К тому же здесь удалось так интересно интегрировать светильник в этот козырек. Он имеет достаточно сложную геометрию. Я помню, как мы макетировали эти стекла, делали шаблоны из фанеры, прикладывали для того, чтобы отправить это все в стекольную мастерскую, чтобы все было вырезано с посадочными отверстиями там, где это нужно. А то получилась такая вот конструктивная сложная работа. В какой-то момент он настолько мне доверился, что когда я нарисовал первые эскизы, он сказал, о, Николай, то, что нужно, оставляем. И дальше просто шла проработка уже деталей. И те архитекторы, с которыми я давно работаю, они мне просто накидывают несколько словесных образов того, что они хотели бы получить. А дальше я уже беру и прорабатываю. Да, ну и в завершении вот такой последний слайд с процессами мастерской, и ковка, и литье, и все это очень сложно, кропотливо, но при этом очень интересно. То есть каждый день ты не только проектируешь на бумаге, но ты еще отслеживаешь, что происходит. И очень часто бывает так, что то, что придумано на бумаге, тебе потом не нравится, и ты в процессе создания того или иного изделия вносишь корректировки в изменение масс или там обязательно изготовление образца для того, чтобы все это проверить. Потому что материал, конечно же, вживую совсем по-другому работает. И это тот опыт, который невозможно осознать теоретически. Это то, что нужно изучать, чувствовать. И, наверное, это именно из-за этого и прекрасно, когда архитекторы чуть больше доверяют художникам по металлу. И вот такая вот история. Да. На меня можно подписаться в соцсетях. Я с хэштегом ArtMentalLab. Мои соцсети это Instagram, Facebook. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо.